Меня не поймет Ирина Виннер, меня не поймет страна. Я еду первый раз без Кабаева и Чащины, а какие деньги? Мне бы там, понимаешь, не наложить на ковер. Давай, делай! Танец – это любовь, это кровь. Я очень люблю сильных женщин. А тебе нравятся невритые подмышки? Нет. Из деревни, из Раевки я, из Башкирии. Эта девочка долго будет сидеть в тени, ее прыжок запомнит весь мир, но она почувствует вкус своей крови. Господи, я живая, я счастливая, как это хорошо. Форбс Дайджест. Здравствуйте, дорогие друзья, это Форбс Дайджест. И сегодня у нас в гостях Лейсан Утяшева. Лейсан, здравствуй. Привет, привет. Меня на «ты». На «ты». Хорошо. Первый вопрос такой. Ты считаешь себя предпринимателем? А ты меня? Я думаю, что да, потому что, грубо говоря, нельзя назвать тебя просто ведущей или просто блогером. Просто Лейсан. Просто Лейсан и все понятно. Личный бренд. Просто Лейсан, да. Расскажи вообще свои все сферы деятельности, вокруг которых тебе удается построить бизнес. Давай их просто перечислим. Я вот так на скидку скажу. Давай, Дайд. Ведущая «Танцы на ТНТ». Семь лет уже. Семь лет. Блогер. Я думаю, это тоже статья. Ты думаешь, я блогер? Пять миллионов в Инстаграме. Это еще... Это блогер. Это нормально, да. Проект «Болеро». Да. Сила воли. Да. Мы, кстати, были первой онлайн-школой такой серьезной очень. Ну, то есть была сушка, а мы сделали антагонист сушки. То есть там было неважно как, главное, похудей и получи приз. А мне было важно, как люди приводят себя в форму, чтобы, не дай бог, у них не было никакой болячки, никакая язва не открылась там, я не знаю, анорексия не началась, не дай бог. Мы как бы первая с Пашкой были 8 лет назад, открыли именно онлайн-школу. Как тогда на это смотрели? Это сейчас вот после пандемии онлайн-школы что-то вообще обыденное? Знаешь, раскачивали на доверие. Но на самом деле это те люди, которые наблюдали так или иначе мой спортивный путь. Я уже тетенька, достаточно взрослая. Вот, и они видели, как я преодолевала эти травмы, как я худела на эти там бешеное количество килограммов. Они видели со мной зарядку на НТВ. Доброе утро, с вами ваш личный тренер Лисанна Тяшева и моя звездная команда. Желаем вам красивого утра. Чем ты еще занимаешься? Что формирует твои доходы? Вообще, изначально, после завершения карьеры, я много мастер-классила. Что это такое? То есть, когда были открыты границы, мы сейчас это говорим как-то в это далекие какие-то времена. Вот, я ездила и в Штаты, и в Европу. Мне, кстати, везде предлагали иммиграцию. Везде предлагали становиться главным тренером, будь то USA, вот, и в Европе. Ты могла стать главным тренером Америки по художественной гимнастике. Художественная гимнастика, да, а там художественная гимнастика не так сильно развита, и мне делали это предложение не раз. Поле того, мне предлагали, когда я после травм, уже, ну, в нашей сборной я была седьмой-восьмой номер, и мне было тяжело пробиваться. Ну, представляешь, это как спортсмен, я была в топ-3, Кабаева, Чащина-Утяшева, это была такая золотая тройка. И случается эта моя травма, и я лежу в больнице, и мне предложение, меня хочет выкупить USA, предложить грин-карт, и чтобы я, как бы, была, выступала за USA. То есть полное восстановление они хотели на себя взять, и все. А я лежу, знаешь, в институте ревматологии, стены пошарпанные, трещины, 18 человек в палате, и мне все говорят, давай. Я говорю, меня не поймет Ирина Винер, меня не поймет страна. Я просто за этот флаг, эти ноги. Вот это сейчас результат, и как бы страна в меня верит, что я восстановлюсь, я не могу подвести. Кто-то сказал, дура. Ты сказала, да, у нас художественная гимнастика гораздо более развита, но... Художественная гимнастика в России, это как Голливуд. Но там же возможностей в любом случае больше, если убрать их в целом индустрии спорта, американскую. Она выше уровнем там во всем, в менеджменте, в маркетинге. Почему отказалась? Не знаю, нет столько трудолюбия и, наверное, самопожертвования конкретно в моем виде спорта. Когда я мастер-классила, я приезжала туда, и девушки там на обед могли выпить сладкие газированные напитки и съесть там булка на булку и там что-то... В Штатах. В Штатах, да. И когда я так, ну, аккуратненько, там же везде закон, 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 там невозможно сказать 18-летке что-то, ты не можешь сказать ребенку что-то. И там очень много вот этих вот законов, которые ты, ну, в принципе, если ты гражданин, как бы, да, Америки, ты должен это знать. Ну, а я приехала на сборы, мне заплатили определенную денежку, и все. Я сказала одной девочке, пожалуйста, ты можешь завтра не приносить гамбургер с этой сладкой водой, потому что это твой вес, тебе будет тяжело, это нагрузка на твое сердце. Вот, на что она сказала, что завтра я приду с адвокатом. С адвокатом? Да, что я запрещаю ей есть. Какая, какая драма. Ну, то есть я просто представляю, кто такая Ирина Вина. Здесь слово тренера – это закон. Все. Диктатура, я бы даже так сказал. Нет, именно слово. Если ты идешь на спорт больших достижений, ты должен идти на определенные большие жертвы. То есть не есть после шести, как говорила Великая Майя Михайловна Плесецкая, да. Балет, гимнастика – это все рядом. Если ты хочешь добиваться каких-то результатов, тебе надо было в зале пахать по 8, по 9 часов. И это сейчас не для красного словца. Все знают, как пашут. Гимнастки, спортивная гимнастика, фигуристы – все это знают. Здоровый образ жизни – это системная работа. Так говорит Ли Сан. Это подарок, который мы можем сделать себе сами. Вкладывая силы и время в нашу красоту и здоровье. Конечно, самое главное – это сбалансированное питание, регулярные тренировки и крепкий сон. Но мир не стоит на месте. Технологии развиваются и дают нам ускорение на пути к совершенству. Вот возьмем, например, нашу кожу. С возрастом она становится тоньше, количество коллагена уменьшается. Из-за этого уменьшается эластичность кожи, что отражается на ее внешнем виде. Но с этим можно и нужно работать. Комплекс Доппельгерц Бьюти Коллаген со вкусом дыни и личи способствует оптимизации обменных процессов организма, направленных на поддержание здоровья и красоты кожи. А коллагеновые пептиды в составе продукта способствуют уменьшению глубины морщин и повышают эластичность кожи. Разработан он специально для девушек. Но парням тоже подойдет. Я, например, для красоты и молодости выпью флакончик. Ваше здоровье. Даниил Ильич, класс. Спорт дайджест. Художественная гимнастика – это юный вид спорта. И основные результаты у него возникают до 18. То есть, а как ты на законодательном уровне можешь запретить, например, есть ребенку или еще что-то? Вот в такой стране, как Америка. Вот как? Ты как тренер. Тебя либо посадят, либо уволят, либо какие-то штрафы на тебя наложат, либо тебя назовут неполиткорректной. Хотя ты ничего не имел в виду плохого. Ты в пылу мог сказать «А ну, втяни живот там!» Что вы имеете против моего живота? И завтра просто у тебя статья. Ну, это страшно. Страшно еще было 10 лет назад. Нет, подожди, 15 лет назад, когда мне предлагали. Ты меня спросила, это были такие первые фундаментальные, наверное, деньги. Живя в однушке, вот, я тогда как бы начала нормально зарабатывать и копить уже деньги. Такие хорошие 5000 долларов стоил мой мастер-класс 15 лет назад. Это очень приличные деньги, ты понимаешь. И ты ездила с гастролями по США или как это? Это были мастер-классы, либо точечные, либо, понимаешь, какие-то там меня выкупали там на 90 дней. 90 дней – это целый тур? Ну, это жизнь, ты приезжаешь, ставишь упражнения. Сейчас вот так же ездят Мелетина Станюта, Маргарита Мамун ездила, там, и в Японию ездили они с мастер-классами. Сейчас эта индустрия более развита. Я, наверное, была тогда тоже первопроходцем, и невозможно было, вот, знаешь, там, постить фотки в Инстаграм, оставлять это как-то в истории. Выступления-то мои в Ютубе, там, раз, два, три я общался. Я благодарю тех динозавров Ютуба, которые выкладывали нас. Я очень жалею, что, например, с Кубка мира в Берлине, где я грандиозно тогда вот прям выиграла, и нашей сборной было очень нелегко, потому что Кабаева с Чащиной была под несправедливейшей дисквалификация у них была. То есть прям заказ. Это было похоже на убрать два лидера. Что-то политическое. Ну, я не имею права, наверное, так говорить, но это было очень щекотно, очень несправедливо. Ну, вот смотри, давай сейчас с тобой, с твоими подписчиками просто подумаем, вот, и ответы в комментариях меня тоже будут интересовать. Вообще, по закону, если у гимнасток топ, там, три, которые едут на чемпионат мира заведомо лидерами, конечно же, все зависит от них, но Кабаева, она тогда была, ну, знаешь, она непобедима была. Я младше Алинки на три года, она меня старше, и вот мы все вот так смотрели и думали, вот, ну, у всех была мечта, вот как Алина. Я думаю, сейчас она у многих осталась. Смотри, и представь, у девчонок подтверждается какая-то эта нелепая дисквалификация, совершенно фейковая. Девочки выступают на чемпионате мира, а уже вот эти допинг все контроли знают, что у них с предыдущих соревнований нехороший результат. Они выигрывают золото за нашу сборную, мы выигрываем командное золото. Я маленькая, я тогда как раз вот, как была моя презентация на мировой арене, первый раз увидел мир, утяшивали сан Мадрид, 2001 год. Господи, как это было давно. Начало нового тысячелетия. Подождите. Я сейчас страшно стала. Ты можешь себе представить? Двадцать лет назад, да. Ужас какой! Я это как будто вчера. Так вот, и представляешь, девчонки выигрывают все. Кабаева выигрывает. Чащина серебряный абсолютный там победитель. Я получаюсь как, если бы я, у нас же протокол, первые два номера делают четыре упражнения. Третий номер, кем я была, делают три упражнения. И как бы в зачет идут, ну там, смотрят, и в зачет идут первые два номера. Но если бы, как говорила Ирина Винер, до чемпионата мира предупредили, что у Кабаева счащенные отрицательные результаты, девочки бы, понимаете, какой стресс? Как бы они бы зря эти свои коленки и вот это вот все не ломали, не гнули. У них забирают все медали. Забирают. И говорят, а там допинг-проба какая-то не та. А это бред. В художественной гимнастике нет допинга. И пока это все разборки, пока это два года суды, пока это все длится. Я становлюсь автоматически первым номером. Но если бы нам сказали до чемпионата мира, Винер поэтому говорит, я не коронованная королева гимнастики, то я бы с другой девочкой, с Ольгой Беловой, у нас бы был шанс побороться за чемпионат мира. Там за серебряные, за золотые медали. А у нас его просто не было. В итоге и у девочек отняли все, что они заработали. И в итоге и нам шансы не дали. А результаты были, оказывается, еще до чемпионата мира. Известны. Представляешь? Слушай, есть такое устойчивое выражение. Политика это грязное дело. А вот большой спорт, по твоим словам, это тоже какие-то подковерные игры, получается? Вот мы тогда, наше поколение тогда почувствовало вот такое первое. Знаешь, оно же медленно, вот это вот дуновение. И потом такое, когда на два года отлучают вообще титанов в художественной гимнастике. Можешь себе представить? Вот. И это беспрецедентно в художественной гимнастике не было никогда. Это не легкая атлетика. Это не такие силовые виды спорта, где бежать долго, прыгать надо высоко. Это координация. А в координации тебе допинг не нужен. Ну, ты как бы кидаешь булаву, кувыркаешься, ловишь. Там ты должен быть как раз-таки в себе. И там чистота должна быть тотальная. И это, конечно, была полная несправедливость. И бедная там, я помню, Ирина Винер. Сколько она и судов выдержала, и всего. Но в итоге так и не вернули медали. И как раз на этом фоне... Это тогда и началось, наверное, с Олимпийскими играми, то, что у нас сейчас происходит. Я не знаю, что сейчас, прости меня, пожалуйста, я видишь, как бы... Ну, то, что мы выходим в нейтральной форме, без флага. Я как спортсмен тебе... Как бывший спортсмен, говорят, бывших не бывает. Но я вот плачу, наверное. И мы сами это почувствовали на себе гимнастками, да? И сейчас то, что происходит, спортсмен всю жизнь, понимаешь, вкалывает всю жизнь с детства. Не видит другой жизни. А ему вдруг говорят... Как монахи. По разным причинам ты не едешь на Олимпиаду за свою страну. И такой пуф. Как? Как? Ты знаешь, у маленьких детей ведь мечта стать олимпийским чемпионом. Мы представляем, как флаг России поднимается. Понимаешь, так это важно, что наши... Вот это Россия, вот это вот все наши поклонники туда едут, болеют. Они орут, они скандируют. Я до сих пор помню эти слезы, когда я смотрю на наши трибуны. И этого всего лишают. А ты ребенок, ты маленький. Это ломает страшно. То есть взрослые дяди там что-то решают. А вот страдают спортсмены, которые не принимали. Вот конкретно у нас в гимнастике, там не нужен никакой допинг. Вот. О нас очень много писала пресса. Спорт-экспресс, Комсомольская правда, Советский спорт. Такие были газеты. Вот. Да. Но они сейчас, по-моему, дети, кстати. Представляешь? Мы были тогда на пике. Но было очень сложно прорываться через стереотип, что спортсмены все тупые. Вы же в зале по 12 часов. Когда вам учиться? И было очень тяжело доказывать, что спортсмены очень быстро могут впитывать образование, могут учиться заочно, могут как угодно. Это люди дисциплины. Надо прочитать книжку. Есть. Прочитаем. Быстро. Все сделаем. Понимаешь? Это... И мне тогда было очень обидно. И мы то поколение были первые, которые начали с этим прям так интенсивно сражаться. А что купила на этот первый такой хороший гонорар? Ты сказала 5 тысяч долларов. Я накопила за несколько мастер-классов, и у меня получилась Nissan Micro маленькая. Машина. Такая черненькая, пузатенькая. Я как сейчас помню, она стоила 19 тысяч тогда долларов. Друзья, век онлайн-платежей, цифровизации и всего диджитального подарил нам огромное количество бонусов. Но есть и незаслуженно забытые ностальгические вещи, милые нашему сердцу. Наверное, у каждого из нас в детстве была копилка, куда мы при каждом удобном случае складывали монетки. И в один прекрасный день, когда она уже весила несколько килограммов, торжественно разбивали и с трепетом подсчитывали, сколько удалось заработать. Так в 13 лет я смог накопить на цветы симпатичные мне девушки. Очень уж хотелось удивить ее букетом из сотни роз. Копить, конечно, пришлось довольно долго, зато когда в копилке наконец собралась заветная сумма, счастье было неописуемым. Нечто подобное предлагает открытие. Накопительный счет – моя копилка. С выгодной ставкой 4,3% годовых. Практически как у банковского вклада. Счет позволяет удобно копить онлайн без посещения офиса банка. И что самое приятное, деньги при этом всегда под рукой. Их можно вносить и снимать в любое время. Быстро, удобно и без комиссии. Как клиент банка я могу оформить онлайн-копилку прямо в приложении. Просто нажимаю на «Открыть счет» и задаю нужные параметры. Кстати, здесь можно копить и на какую-то конкретную цель. Я вот, например, давно мечтал побывать на Камчатке. Попробую запланировать поездку в следующем году. Итак, ввожу нужную сумму и дату, к которой нужно накопить деньги. Затем указываю комфортную сумму первого взноса. И система тут же рассчитывает размер моего платежа. А еще доход, который я получу за это время. Далее остается выбрать из списка карту, с которой будет пополняться счет моей цели и назначить удобную дату платежа. Теперь каждый месяц в день Икс деньги с моей карты будут переводиться автоматически. Так я не пропущу время очередного взноса и гарантированно смогу накопить нужную сумму точно в срок. Вот такой удобный инструмент для наших накоплений. Дело за малым. Выбрать вдохновляющую цель. Сейчас многие там хотят стать футболистами. В Бразилии это, например, один из видов, я не знаю, карьерного роста стать футболистом. В нашем спорте есть такая мотивация у ребят? Была ли она тогда у вас, у великих гимнастов? Ты поверишь, что когда вот тот самый Кубок Мира, когда я выиграла в Берлине, я очень испугалась на банкете, когда за мной подходят люди в форме. Какой-то человек в перчатках. Говорит, пройдемте, пожалуйста, вот туда, вот в ту комнату. Когда мне дают кучу каких-то бумажек заполнить, что мне вручили приз, столько-то денег, что с него налогоотчисления, что вот это я все расписываюсь. Я передаю эти бумажки Ирине Винер, она тогда, как бы сказала, все это твой полноправный гонорар. Вот, там было прилично. Знаешь, сколько? 20 тысяч долларов. Это было ли страшные деньги для 16-летней девочки? Ну, то есть в Москве тогда квартиры еще стоили, ну, то есть ты за двадцатку 20 тысяч долларов мог купить хорошую, в хорошем месте однушку. Ну, такую прям достойную. И вы купили, наверное. Да, конечно. С призовых купила квартиру, с мастер-класса в машину. Даль для меня, и то, что мне там шоколадку подарили, и диплом, я думала, что все это вот за Кубок мира. И тут, когда эти люди ко мне в форме начали подходить, я такая, а что происходит? Я говорю, вот почему так? И говорят, вот вы еще и деньги выиграли. Это тебе объясняет все, что ты даже не знал, куда ехал и сколько? И ты даже не знал, то есть для тебя это не было цели. Ну, мне 16 лет, нет. Круто, слушай, сейчас, мне кажется, совсем другое поколение людей. Смотри, для меня я первый раз еду на Кубок мира. Все, я лошадь, я зашорена, я ничего не слышу, не вижу. Я боюсь, я боюсь обосраться. Понимаешь, я еду первый раз в Скобаево и Чащино. Какие деньги? Мне бы там, понимаешь, не наложить на ковер. Я трясусь, я девочка из Раевки. А ты сейчас спрашиваешь про деньги. Расскажи о менеджерских особенностях Ирины Винер. Она легендарная женщина в нашей стране. И не только в спорте. Мне кажется, вообще такая одна из первых сильных женщин в Новой России за последние 30 лет. Она Екатерина Вторая в художественной гимнастике. Кто? Царица. Да, царица. Все говорят, что она женская. Она дипломат. Вот женский коллектив. Все женщины. Серпентарий, нет? Просто змей везде, понимаешь? Сильнейшие, красивые женщины, харизматичные. И если не держать вот так вот в кулаке, понимаешь, там на одном, пожалуйста, давайте мы поработаем все. Давай ты подбросишь обруч и сделаешь три кувырочка. Давай, делай, быстро. И она не орала, чтобы обидеть. Она тебя заводила. Вот как ты сейчас чувствуешь от меня энергию? Я не знаю, как она передается в телеэкраны. В теле, видишь, как она передается на экранах, на гаджетах. Вот. Но в зале тебе должно быть много. Ну вот видишь, неправильно, ну неправильно. Вот и отбила, вот и отбила, сразу подхватывая мяч под мышку. Никаких глазочек не нужно. Вот сделай перескок с глазами, с красивыми, посмотрела в конце перескок. Но в равновесии нужно способами художественной гимнастики делать выразитель. Я обожала эту ее энергию. Я робела, боялась, иногда даже боялась посмотреть ей в глаза. Знаешь, когда? Когда она косячила. Потому что я знала, что она рентген. А она вот прям знает. Она прям знает, что я накосячила. Почему она работала? Ты можешь для себя это объяснить? Ей же это совершенно необязательно. Может быть, она тоже боялась поправиться? Она точно не тренер, которому там нужны какая-то небольшая зарплата. Елена Александровна, она не может без гимнастики, как и гимнастика не может без нее. Это феномен. Женщина, которая может себе позволить все, впахивает в зале по 10 часов. Вот. Это мы ушли. А представляешь, вот я за себя говорю, чтобы мне было тяжело. А сколько нас таких в зале? Характерных, разных. Со своей эмоциональностью, со своим подходом. Естественно, человеческий подход обязателен был. И она этим отличалась. Ровно вот этот пример, я думаю, что вы все его знаете. Когда она не бросила меня. Когда про нее, это не про нее. Типа, а, сломалась? Ну все, следующее, заходи. Она боролась за меня. И не только потому, что я Лиса Анутяшева была в тот момент. Травмированная гимнастка с костылями и с гипсами в Новогорске, в Олимпийской базе. Это был тогда нонсенс. Такого не было. Но она не бросила меня подыхать в квартире. Типа, выползешь, приходи. Вот. Понимаю, что она несла некую ответственность за меня и за мои травмы. Мы с ней договорились, что она, как бы, мы друг другу дадим шанс. Но до такой степени любить каждую гимнастку как дочь. Пинцам нам очень помогает сильно. Вот, допустим, если, ну, ты уставшая, все, не можешь больше. Она найдет такие слова, которые заставят тебя просто работать и пойдет изнутри работать. Ты сама захочешь тренироваться и показать максимум. Я с ней с 11. Представляешь, с 11 лет по 8, по 9 часов. Это как родитель тебе уже. Родитель тебя там утром и вечером видит и по выходным, и говорит, у него сейчас переходный период, вот этот вот 14-15 лет, ух, колючий. Все, что-то над этими колючками в зале. Какой нужно быть? И мне кажется, у нее, она получала какое-то удовольствие от того, что у нее получается договариваться с нами, с молодежью. Она как будто бы становилась каждый раз все моложе, моложе, а мы вместе с ней росли. Вы сейчас с ней поддерживаете какую-то связь, да? Мы друзья, она моя любимая Ира. А Паша очень боялся ехать, знакомиться с ней. Потому что в его вселенной Ирина Виннер – это сильная женщина Которая там Ой-ой-ой, не знаю, что скажет Она успешна в спорте У нее муж Элишер Усманов Это постоянный член десятки списка Форбс В Узбекистане они когда стартовали вместе Она уже была легендой Понимаешь? Это она его сделала тоже, да? Я думаю, что они друг друга сделали Это безумная красивая история любви Двух сильнейших людей И для меня это восторг Это то, наверное О чем мечтает любая сильная женщина Чтобы тебя сильный мужчина Не душил И давал тебе по 8-9 часов Заниматься своим любимым шинделом И не пытался тебя переучить Вот это просто совершенно необъяснимо Когда такой властный, мощный человек Это называется любовь Безусловно я Безусловий Они как друзья? Я, конечно, не Ирина Виннер Ну ладно, хватит Но это любовь Здорово Я думаю, они друзья Я отвечу на твой вопрос Я думаю, что изначально они друзья Любовники Я уверена, что это страсть И вот когда я видела 20 лет назад Как он аккуратно входил в зал Чтобы вот, не дай бог Не тренировку Да, там же обручи летают Там же все Кипит Там все Кухня, прожарка Все С цветами приходил Ну он аккуратно Чтоб Ирочку не беспокоить И вот в уголочке Самый богатый человек стоит Знаешь, ждет И Ира Сейчас подойду Подожди А потом поворачил Алишерчик И все Они ушли И мы такие Господи, у нас есть 2 часа А он часто, да Вы видели там Ну 20 лет назад Я говорю Как бы за свое поколение Вот, конечно, да Он наш такой большой папа Но она, конечно, многое сделала для спорта Она сделала все для художественной гимнастики в России Все Она ее популяризировала Она раскрыла ее Она показала, что Гимнастки могут быть разными Харизматичными Что я подразумеваю Улыбаться, как Алина Кабаева Быть такой кошкой, как Ирина Чащина Быть загадочной, как Юлия Бурсукова Это не калька Это все разные гимнастки Быть такой вот, как Амина Зарипова Она немножечко такая Ну, знаешь, классическая Восточная красота у Аминки Быть яркой, как Яна Батыршина Это вот сейчас Маргарита Мамун Сестрички Кудрявцева Это, ну, красота Давай продолжим Мы назвали там Несколько видов твоей деятельности Что еще есть? Мастер-классы Проекты на телевидении Соцсети Все, да? Что-то может быть еще? Очень много коммерческих контрактов Они у меня начались с моих 16 Вот То есть такой большой контракт у меня был С компанией Рибок Они сразу подписались там на 5 лет Ничего себе Очень приличная сумма И вначале это был только российский контракт А потом даже международный Потом еще там одна организация была большая Достаточно Ну, мы сейчас не будем рекламировать У вас достаточно интересный канал И они вам не платят деньги Поэтому я переживаю за вас Вот Пусть вначале заплатят вам деньги И потом будем озвучивать эти Вот достойный гость Смотрите, как переживает за наш канал Супер, Лисам Спасибо Вот еще С Рибоком, мне кажется, это даже на 5 лет Это больше, чем миллион долларов, наверное, ты получил Ну, слушай, это было роскошно Есть определенная тайна коммерческая Я не имею права разглашать Я понял Но это был очень-очень приличный контракт серьезный Вот, еще один контракт И дальше уже началась моя работа с телевидением Там мне никто не платил У меня там было на главной дороге ставка 15 тысяч рублей Потому что я была на обучении То есть, как бы, канал шел навстречу Он меня обучал И тем самым, как бы, это некая компенсация Вот платили 15 тысяч рублей Хитрые продюсеры Нет, нормально, это было адекватно в тот момент Потому что формат не спортивный Там надо было все заново учиться Это были пылевые съемки Когда надо было где-то в лесу, в морозе Минус 40 Там двигатель у меня стукнул, сел И я стояла на автотрассе вот так вот И просила помочь Здравствуйте, до останки не довезете Поехали И у нас была скрытая съемка И многие воспринимали это, знаешь, двояко Стоит девушка красивая на трассе Понятно все И просит ей помочь Вот И пару ребят меня узнали И говорят, что так плохо гимнастке живется Ну, типа, дай поможем Что такое? История на НТВ Да Известная гимнастка Александра Тяншева Стоит на трассе А я именно на НТВ и работала Поэтому это все Вообще отлично Сами себе контент сняли Да Вот Потом это были на трех вокзалах Знаешь, такая была лайв-съемка Очень классная Стоял такой Вот как ты Парень презентабельный Красивый Сытный Я это называю Сытный Сытный образ, да Вот С такой белой перчаточки И вот он, значит, лимузины Там какая-то Ценник, по-моему, был 50 тысяч до центра И стояла я на картонке Типа Тысяча довезу до центра Недорого Вот так И мы сравнивали Люди на вокзале Больше пойдут вот к такому Презентабельному молодому человеку Внушающему доверие Или к сомнительной девушке Написанной на картонке Вот это за тысячу рублей До центра И выиграла я Ну еще Ну, то есть Я была одета Ты не представляешь, как Там просто Какие-то рваные джинсы Кепка Я думаю, энергетика чувствовалась Да? Я уверен И мы садились в старую Ладу Калину У которой, знаешь, так вот Сидень так назад И вобла падает автоматом И карта Ирака Вот, говорит Вы точно водитель? Вы точно довезете? Да, сам дорогу мне покажешь А я механику водить не умею И я там Вот это вот все начинается И люди выходили Ускребывались аккуратно Это было тоже очень интересно А вот сейчас У тебя получилось Ну, стать самой известной Сейчас гимнасткой В медиа, по крайней мере Поле Нет, у нас есть Самая известная Я на втором месте Хорошо И знаешь, мне очень нравится Хорошо, я понимаю Я понимаю, да Вот девчонкам Вообще ребятам в спорте Им сейчас обязательно нужно Развивать социальные сети Для того, чтобы оставаться На плаву после завершения карьеры Потому что тебе это Ну, очень сильно помогло У нас не было социальных сетей Да, но ты дружила с журналистами Ты давала много комментариев Это похожая деятельность, скажем так Ты знаешь, наверное, да И нет Тут такое было Я просто с ними дружила И была в какой-то мере Выручалкой Кто-то слетал из крупных очень гостей И мне Андрюша Малахов мог позвонить И говорит там Лисан, спаси просто Посиди, что-нибудь поговори У нас слетел гость Я мчалась Вот Там, не знаю Что-то покомментировать Худочная гимнастика Какая-то передача Заткнуть дырку Я везде принимала участие Мне было дико это все интересно Я не боялась никогда камер И, наверное, вот так вот медленно Я стала какой-то, наверное, удобной Просто все знали Лисан придет И вот этот вот объем расскажет Или поддержит какой-то разговор Или позадает какие-то вопросы Тогда еще и Дима Носов Тоже так прям яро ворвался В эту спортивную тусовку Леша Ягудин Ира Слуцкая Костя Дзю Ты приходишь на мероприятие Там, о, свои, слава богу Сяду со спортсменами Со своими А нам там столик подальше Ну, мы как бы Если надо, мы выйдем Ну, мы такие теневые были Вот А сейчас ребятам Вот им нужны социальные сети? Я думаю, что спортсмены Не то, что обязаны Или должны Такие слова Они слышат в зале 12 часов каждый день Вот Просто если им это интересно И им хочется оставить Какой-то след в истории Показывать по-настоящему Этот труд спортсмена Эти тренировки Я даже иногда думаю Вот почему прямые эфиры Спортсмены не ведут Вот поставьте прям телефон На прямой эфир И давайте вперед Пусть все ваши подписчики Видят И пусть этот прямой эфир Длится 8 часов А вы там все в зале Вы даже не выходили никуда Вы не ели Там уже люди спать легли Поели, попили Я не знаю Уже на сериал переключились А у вас там все прямой эфир Вашей тренировки Мне кажется, что иногда Это было бы интересно Вот такие включения Чтобы люди видели Видели правду Поскольку тренируются Как тренируются спортсмены Проект Болеро Он Как он пережил пандемию Во-первых Вот эта вся ивент индустрия Развлекательная индустрия Столкнулась с большими проблемами Расскажи, как у вас Он разродился И что с ним сейчас Это было достаточно экспериментально Три года назад Даже четыре года назад Потому что еще На создание был год С Катей Решетниковой И Игорем Рудником У нас появился Такой некий формат Современного Болеро Что это такое? То есть классику Ни в коем случае Мы не берем святое Классику вы можете Увидеть в театрах А это сегодняшний мир Где нет богинь Где нет волхов Где никто никому Не поклоняется На педестал Вот так не сажает Но аллегории остались Сильная женщина В брючном костюме Дорогом от Селин Из последней коллекции Приходит в ночной клуб У нее забронирована Вип-ложа И куча прихвостней Которые хотят Вип Хотят пить кристалл Дорогой вместе с ней Тусить с модными артистами Сегодняшними И делать селфи С разными международными Типа звездами Вот такая вот концепция Знаешь сегодняшней Такой интересной Молодежи В ночных клубах Подожди А тебе близок Вот этот образ Который ты описала? Нет И мне как раз таки Было очень интересно Потому что он собирательный Собирательный образ Сильных женщин Которые все сама-сама Но одна То есть образ Вот этой красоты Дороговизны С болью в глазах И вот эти женщины Которые защищаясь Говорят У меня все хорошо Мне не надо Мне не надо мужа Я все сама-сама Мне никого не надо Вот Заведу себе котенка А может быть вообще не заведу Ну то есть понимаешь Есть очень такие вот Сильные самодостаточные Женщины Которые пытаются Не показывать свою слабость Вот они стронг леди Держат огромные компании И я ими восхищаюсь У них огромная дырка в душе Им очень тяжело Кого-то подпустить Им очень тяжело Довериться кому-то Им кажется Что кто-то живет С ней из-за денег Кто-то из-за связи Кто-то из-за того Что она модная Красивая Там певица Понимаешь И вот ну как бы У сильных женщин Есть свои проблемы И я очень много Историй таких слышала Разных сильных женщин Ну не буду палить Здесь фамилии Хорошо И я собрала Весь этот образ Моя мама была очень сильная Все сама-сама Понимаешь После отца Она не вышла замуж И не подпустила никого Ну как бы ухаживать За ней Она была очень эффектной Красивой женщиной С ней было очень интересно Но все сама И она мне иногда говорила Тоже вот Лисюш Прихожу в квартиру Хочу выть От одиночества Просто плакать Хочется так Что даже некому Вот Рассказать Сейчас в социальных сетях Можно включить прямой эфир И начать реветь Своей публике И тебя поддержат Да И это будет Мне кажется Даже очень востребовано У публики Вот Но Из-за этого я Кстати люблю Социальные сети Там можно выражать Прямо свои эмоции Но это Такой вот Собирательный образ Всем девочкам Называется Посвящается И вот эта вот Сильная девочка Сильная женщина Попадает В этот клуб Она туда приходит Постоянно Знаешь Чтобы не ощущать Себя одинокой И дальше За нее идет Некая борьба Двух мужчин Одного мужчину Она очень хорошо знает Он ей удобный Ну то есть там Вечерок другой Они могут провести вместе Возможно даже могут Куда-то вылететь Но сильных отношений Она с ним строить не хочет Потому что ей кажется Что он ненадежный И в тусовку попадает Совершенно другой человек Из другой тусовки На нем даже футболка Ария Человек вообще Действительно В ночном клубе Куда-то там забрел Вот И ей становится интересен Но она понимает Что они как бы По химии Он ее силой берет Вот там немножко Есть такого Ну это страшные темы Которые мы там затрагиваем И поэтому пишем Определенный градус К нашему шоу Но моя женщина И героиня настолько сильная Что она Ну как бы его побеждает И в итоге Она понимает Вот тот вот Который не напирал И не брал ее силой А вот этот удобный парень На самом деле И есть эта любовь А он не просто так Рядом тебя пасет Все время И не трогает тебя Не пытается тебя изменить Не пытается в тебе Эти какие-то черты Там домой тебя посадить Вот А делай что хочешь Но я всегда рядом И вот этот вот месседж Услышали люди И это достаточно был Скандальный такой проект Потому что Многие приходили Посмотреть на гимнастку А я уже давно не гимнастка То есть мы боролись С некими стереотипами И мне очень было радостно Что даже взрослое поколение Приходило Смотрело Плакали Они видели себя В этой постановке Мы очень долго Подсматривали В ночных клубах За поведениями людей В переписках Очень много историй Я выслушала У ребят У девчонок И постарались Это все соединить Как пандемию пережил И вот Перед пандемией У нас было так много заказов На самом деле Ну просто Ну как бы Мы Раскачали Наш проект Были Солдауты Солдауты И в какой-то момент Мы наверное подумали Что ну вот Пандемия Мы все не сможем Собраться Не получится Риск В очередной раз Когда разрешено Было 50% Зала Вот Открылись аккуратненько Московская область И в масках люди В перчатках Мы решили попробовать И реально 50% пришли Потом Немножечко Была упрощенка И в Питере Возможно было Чуть-чуть больше народу Я уже там Тебе сейчас не вспомню Процентная составляющая Но там Также были все меры Предосторожности Антисептики Перчатки Маски Через Там два сидения Но мы взяли Просто площадку побольше И был тоже Солдаут И мы поняли Особенно в Питере Мы поняли Как же Нам кричали Браво Люди Разных возрастов И Вот сейчас будет опять Четыре концерта Но это точно последние Знаешь почему? Почему? Потому что Нужно закончить На Вот прям Пике Это вот Я прям считаю Как я понимаю Это твой бизнес полностью Ты его придумала Основала Правильно? Основала Придумала Вложила деньги Вложила 12 миллионов рублей Вот Если честно Думала Не отобью Никогда Отбила? Вот Конечно При том Что это Все оригинальные бренды Которые на нас Я слышал Что там Селина Боленциага Да Это оригинальная музыка И автор музыки Это Райан Оттер Он получил Грэмми За лучший саундтрек Фильму Гоголь Это все кажется Ну и что тут у вас На самом деле Звук Свет Графика Люди Талантливейшие Это была Инвестиция в искусство Вот Она абсолютно Реализовала себя Она дала мне Больше даже Чем Дала Как бы Чем я была Чем я думала И рассчитывала в начале Я теперь понимаю Всех актеров Которые говорят Что в театре Танцевать гораздо круче Все артисты Кого не спроси Они обожают Живые концерты Общаться с публикой Это невероятная Любовь к людям Чем через экран Чем через экран Чем там эти клипы Или какие-то фильмы Да Мы смотрим Нам нравится Там все чистенько Красиво Без ляп Аудитория больше Аудитория больше Конечно же Но концерт Это как Ну вот Я пришла к тебе в гости Мы обмениваемся С тобой энергией Представляешь Сколько людей пришли В гости И им Ваша история Показанная Со сцены Близка И ты понимаешь Сколько у тебя Единомышленников И конечно же Болеро Это какой-то старт И у меня будет Антагонист И я тебе сейчас Делаю Некую А то есть Ты планируешь Какое-то продолжение Сенсацию Будет очень серьезный Красивый проект Антагонист Могу только тебе сказать Что там У меня мужчины Все будут Примерно Вот как ты Одет Смокинги Рубашки Женщины будут В бархатных платьях Это будет опять О любви к женщине Я очень люблю женщин Я очень люблю Сильных женщин Я люблю их Разными Абсолютно Понимаешь И это как все время Вот Богини А ты Ты же вот Столкнулась С таким Критикой Со стороны Феминисток То что ты Говоришь Что женщина Сильная женщина Она несчастна Я не говорю Что она несчастна Я говорю Что У нее свои проблемы У нее Да Конечно Она сама выбрала Этот свой путь Ей может быть Так нравится А может быть Я тоже феминистка Кстати А что это такое Скажи мне Как это Как определяется Сегодняшний феминизм Я не буду сейчас Подставляться Давать этому определение Вот Но изначально Это как Кто это Клара Цеткин Роза Люксембург Борьба за независимость Женщин За равный труд Но сейчас Трактовок в интернете Масса Мне кажется Их масса И кто во что верит Да Кто-то думает Что обязательно Должны быть подмышки небритые Кто-то еще во что-то Я не знаю Тебе нравятся небритые подмышки? Нет Ни у мужчин Ни у женщин Ни у кого Не знаю Мне кажется Победили эту несправедливость Вот И продолжают бороться с ней И как бы Женщина сейчас возглавляют Большие компании Женщин наконец-то Стали слушать Вот Единственное Конечно Хотелось бы Вот с этими законами Домашнего насилия Мне они тоже непонятны И я считаю Что они пока не на стороне Женщин совершенно Ну то есть Пока тебя не убили Пока тебя там Просто Ты должна доказать Откуда этот синяк Понимаешь Вот тут женщина Это унизительно Мне кажется Тут женщина вообще Не защищена Ну то есть И из-за этого Очень страшно Из-за этого Прямо Поездно Танцоры Которые в танцах Они Переходят в проект Болеро С многими Я была еще знакома До проекта Танца И с Катей Решетниковой С ее постановками Вот эта вот Очаровательная Песня Лиза Ёлки Я всегда буду Тебя ждать Это было до проекта Танца Мы сделали с ней Клип для Паши Это было мое признание В любви Паши И ставила его Катя Решетникова А потом уже был Вот это все Понеслось Проект танцы Какие-то танцовщики Приходят И ты помнишь О, мы там танцевали Вместе Там виделись И проект Болеро Конечно же Это самые яркие Танцовщики Подходящие По кастингу На эти роли Все согласовали Со всеми там Продюсерами Что можно брать Этих танцовщиков Спасибо Вячеславу Дусмухаметову Который поддерживал Все мои идеи Грандиозные Вот И в какой-то момент Даже опекал Этот проект Кто такой Вячеслав Дусмухаметов Я думаю Почти все Журналисты На ютюбе Хотят его Позвать себе На интервью Он достаточно Закрыт от этого Но меня это удивляет Как он и танцы Опекает Ты говоришь Все эти ЧБД Тоже его восхваляют Я надеюсь Что Вячеслав Дусмухаметов Придет ко мне В дерзкую готовку Давайте все Он и к тебе тоже не идет Все дружно Его позовем Что он за продюсер Вот в чем в нем Такого особенного Он как Ирина Винер Как Ирина Винер Да Они вот одной категории люди Он одной категории Да Они одной категории люди Это Абсолютный фанат Своей работы Ему Не достаточно Просто поставить Камеры Включить свет Поставить микрофон Ведущему И все Ему нужно найти Вот этот Вот как Ирина Винер Понимаешь Находила Источник Вот эту харизму твою Танцы Это проект Мирового масштаба И это удалось сделать Лишь одному продюсеру Вячеслав Дусмухаметов И я очень рада Что он меня тогда уговаривал Когда мой муж Записывал камеди А я была жестко Жестко мама На третьем месяце После того Как я родила Роберта Жестко кормящая женщина С постбеременной депрессией Когда он мне говорил Лисюш Лисан Я очень Ляся Я очень хочу сделать Проект танцы И я вижу Вот в этом проекте Тебя Я говорю Я себя там не вижу Как мама умерла Она была моим продюсером И директором И я сказала Что ей Ноги моей не будет На телевидении Без моей мамы Вот А Вячеславу Дусмухаметову Удалось Стать папой Вот Понимаешь Как-то так Он у меня три часа Уговаривал вести танцы Я сама Он мне так и говорил Ты не ведаешь От чего ты отказываешься Встречайте Ведущие шоу танцы Ляйсану Тяшенко Добрый вечер Здравствуйте Я невероятно рада Вновь приветствовать вас На сцене Самого масштабного Танцевального шоу Страны Я почувствовала Этот проект Наверное На третий год Ну то есть Семь лет Это Олимпийский цикл Фактически Два олимпийских цикла Что все-таки Вот В твоем бренде Самое Главное С точки зрения Бизнеса Ты везде В телевизоре В ютубе В инстаграме Что для тебя Основная деятельность Сейчас Я не знаю Как тебе ответить В процентном соотношении Не можешь нарисовать Какие цифры До пандемии На двадцатый этот год Наш Двадцать мастер-классов По регионам По России Вообще Это почти все миллионники Мне кажется И мне стало так нравится Вот именно там Мы общались Вживую с людьми Много очень говорили Менялись опытом Я рассказывала Свой негативный опыт Позитивный опыт Как можно Там Взгляд спортсмена На лишний вес Как можно Похудеть Без ущерба Здоровью Очень многие упражнения Например Их три-четыре Если у тебя в арсенале То и голова болеть не будет И поясница болеть не будет При твоем И вообще в принципе Сидячем образе жизни И много есть всего Я думаю Ты в нашей зарядке Видел на ютубе Да Она у нас такая Моя любимая С Харлой У меня одно слово К тебе летит Просто прошу Пощади Просто Пощады не будет Да Она приколистская Абсолютно легкая Мы же еще в пандемию Грузить людей Но Кто хочет Так прокачаться Максимально Вот эти люди Вызывали меня на мастер-классы И я показывала Свою философию Что тебе больше нравится Ютуб или телевидение Давай честно В ютубе я новичок Ну вот правда Вот Канал Как-то Начал шевелиться В Пандемию На самом деле Потому что до него Дошли руки Наконец-то Так как Болеро Телек Мастер-классы Еще и как бы Дома надо успевать И дети И все Ну невозможно было Дойти до ютуба Непонятно с чем Туда приходить Как-то хотелось Себя найти И я поняла Что вот Самое то близкое Это зарядка Причем она сейчас Вот ну очень Опять у нее Новая идет волна Люди все больше И больше внимания Уделяют себе Здоровью Ищут какие-то Подходящие методики Потому что их же миллионы Надо найти свою Вот И мы какой-то Такой легкий взгляд На это все делали Я не отвечу тебе На этот вопрос Что лучше Мне кажется Что сейчас Настолько Расфокус Что с одной стороны Это некое Размытие идет Люди вроде бы Везде И вроде бы Нигде Я сама Даже тебе Вот не отвечу Что я последний раз Смотрела по телевидению Камеди наверное Камеди клаб Я смотрела Да По семейным обстоятельствам Или тебе нравится Нет Просто фоном Просто смотрела Просто Потом импровизацию Смотрела У меня дети ее Очень любят Двое на миллион Сейчас передача Очень крутая Мне очень нравится Не только потому Что там Харизматичный ведущий Нравится мне Этот парень Кстати Который ведет Познакомься Девок Да В ютубе Я смотрю Ксюшу Собчак Мне очень нравится Дудя Прожарку Прожарку Обожаю И принимала В ней участие Да Я смотрел С Павлом Азамат Привет Ты знаешь Ты это Паша с утра Хотя Кого я обманываю Это я с утра Да Мне очень нравится Такой формат И сейчас Начинаем разгоняться И мы поняли Мне мои подписчики Подсказали в инстаграме Лисан Почему ты не сделаешь Дерзкую готовку С Лисаной Тяшевой Пожалуйста На твоем же канале И поэтому Мы начали сейчас Делать Дерзкую готовку Она вот-вот Выйдет уже Зачем тебе столько всего Ты из всего этого Пытаешься сделать Какой-то бизнес Потому что Ну просто у тебя Как это Диверсификация Самая максимальная Мне просто очень нравится Наверное работать Я работаю с четырех лет Я наверное Остановиться не могу И ты знаешь Все мои близкие Отмечают Что когда Мама ничего не делает И это Начинаются ремонты дома Мы красим Перекрашиваем стены Мне надо Эту энергию Которую я Разогнала Еще во время спорта И вот эта вот Привычка работать По девять По десять часов Она никуда не делась А когда я перестаю работать Я поправляюсь Очень сильно Ну то есть я прям Тридцатку Добавляю Как это Когда ты ничем не занят Ты жрешь Как это говорят Да Может быть Это мой метод Кстати похудения Может мы сейчас с тобой это поняли Это однозначно Метод похудения Когда ты чем-то занят Ты не ешь Когда ты чем-то занят Я просто там понимаю Что я три раза Что-то должна съесть Да Я все время занята И А когда вот В пандемику Кстати Если б не зарядка Если б не бесконечные уроки С детьми Когда ты занят был Ты же учителем дома стал Я забывала Когда я ела А когда У нас Мы плюнули на это дело Они просто решили Посвятить себе Мы присмотрели острые козырьки Влюбились И я прям Два кгшечки Прилипло моментально Потому что семечки Потом Какие-нибудь Нет-нет Да чипсики Вот Потом себя по рукам Вот так вот бьешь И думаешь Ну это форс-мажор Это форс-мажор Ты же на мастер-классах Все говоришь Что форс-мажор может быть Мы же люди Мы же не роботы А потом это Вот все как я говорила На мастер-классах А потом это думаешь Ну вот вчера вот съела Не поправила Все нормально Сегодня значит Тоже можно И сегодня А потом пирожки Еще Тамара Алексеевна Приготовила вкусно Это мама Пашина Мы в пандемию спасались Одним большим домом Вот вкуснейшие И ты думаешь Пирожки можно поесть Наверное Ничего же не будет И вот так вот Ничего не будет Ничего не будет Пять дней А потом бац Два кг сразу И очень тяжело Потом обратно собираться А ты себя коришь За вот эти За слабости Или они нужны Я себя люблю Надо себе давать Какие-то Мы не роботы Правда И Ну съела и съела Потом Побегаешь побольше На беговой дорожке Я хотел с тобой поговорить Про такую вещь У нас канал смотрит Большое количество Предпринимателей Инвестируете в себя Да Отлично Это раз Спорт Это постоянные риски Стресс И Тебе приходилось Пройти через огромное количество Там Серьезнейших травм Я не хочу делать Какое-то грустное интервью Но Какими качествами Надо обладать Чтобы Суметь Вернуться Когда ты Очень сильно упал Вот смотри Спорт Как бизнес Больших достижений Тебя смотрят Бизнесмены И люди Которые Очень хорошо знают Как добывать Деньги Как их Достигать Какие-то Определенные Статусы И У нас Есть Одинаковые С вами То есть Выше Мудрее Быстрее Сильнее Вот все туда К нам Но Есть отличие В бизнесе Нет регламента В спорте Он есть И вот Бизнесмен Если он хочет Удержать Своё Текущее Положение Он должен быть Постоянно Начеку Собственного Здоровья Потому что Когда у тебя Изо дня В день Болит голова Ты в какой-то момент Не можешь Ни о чем думать Правда Ты как бы Запиваешь Таблетки Печень их Принимает Или в какой-то момент Не принимает И ты думаешь Ну вот еще Немножко Вот сейчас Сделку провернем Вот еще чуть-чуть Контракт допишем Вот сейчас Немножко я Презентацию Допилю Там Не посплю До двух часов А это все Длится Длится А часики Все тикают Тикают А ты не молодеешь Я не хочу Никого пугать Но это Как я и сказала Это инвестиция в себя Если ты Будешь четко Знать свой регламент Как спортсмены Хоккеисты Пожалуйста Которые Красная машина Одни из самых Тоже Там Они Очень круто Зарабатывают Ребята Ну да У нас Понарин Там больше Один Семьян Долларов Вот если ты Спросишь Как они Готовятся К стартам Тебе никто Не скажет Что они Курят По ночам Кальян Понимаешь И там Где-то У них Дисциплина Они ложатся Спать В одиннадцать Ну окей В ноль-ноль Им там Женами С любимыми Не разрешают Видеться Почему Потому что Они должны быть Злые Голодные Понимаешь Натастороненные Выходить И сражаться Есть определенные Коды Определенные Ритуалы К результату А бизнесмен Он не знает Завтра Как Доллар Подскочит Если вот Сильно упал Я повторюсь Качество Главное Какое Первое Не допустить Чтоб ты сильно Упал Это раз Объясню Мне было 16 лет Звоночков Было очень много Болела нога Вначале Просто спокойно И все Ты можешь Заглушить Таблетками Потом Она Боль усиливается Достаточно уже Звоночков Иди Сделай Чекап А у нас Как Ой Вот как Я тебе Сказала Я сейчас Потерплю Чуть-чуть А потом Уже поздно Есть вот Этот миг Понимаешь До и после Когда Бац Инфаркт Инсульт От сколько Горит Молодых Ребят Сколько Горит Сейчас Посмотри И мы понимаем Что мы От всего Не можем Ты не можешь Себя От всего Обезопасить Но Своё Собственное Здоровье Свой собственный Кишечник Я не знаю Сердечно-сосудистую Систему Ту же голову Ты можешь Обезопасить себя Как Чекап Раз в полгода Чётко Анализ Как анализ Финансов Куда я вкладываю Деньги Почему этого мы Не делаем Как ты считаешь Самые богатые люди Нашей планеты И вот Те которых мы Сегодня перечисляли Понимаешь Ну то есть Они следят за собой Потому что Они наконец-таки Понимают Вот в Форбсе Кто у вас Находится Там на Первая Десяточка Они как раз Таки понимают Если они будут Здоровы То у них Будет ещё Больше Понимаешь Если они Жизнь Они проживут Дальше Если у них Будет светлый Мозг Если у них Всё будет С собственным Телем Хорошо Значит у них Всё будет И в бизнесе Хорошо И та ответственность Которую они Взяли Набрав Огромные Коллективы Им же надо Всем платить Деньги А что делать Когда босс Всё время болеет Ты вольно-невольно Уйдёшь Из этой компании Вот как ты Отношься к трудоголизму Я думаю Что всех денег Не заработать Надо наверное Выводить Какие-то приоритеты Но об этом Очень легко Говорить Когда у тебя Закрыта ипотека Об этом Очень хорошо Рассуждать Когда у тебя Есть там Квартира в Москве Или не в Москве В любом регионе Она твоя собственная Да Есть собственная машина Тыл прикрыт Какими-то денежными Там вложениями Есть дача Родители не болеют Дети ходят В хорошие школы Сады Записаны в хорошие секции Мы все мечтаем Чтобы мы ничего не делали А нам было всё И это нормальные мечты Но к сожалению Это только в мечтах В детстве ты была стеснительной Я вычитал в интернете Правда это? Или нет? Да Я и сейчас Очень стесняюсь тебя Я сижу Ну ладно Как это перебороть себя? Сижу и стесняюсь Очень сильно Спорт Мне помог спорт А точнее Моя мама Которая мне сказала Ты любишь гимнастику Это всё хорошо Получишь тройку по русскому На соревнования не поедешь И я начала мутить То есть начала Свою скромность забыла И начала говорить Со мной сидел Андрюша Большаков Вот А он идеально писал диктанты По русскому языку И вот Андрюша Большаков Спасибо тебе большое Он давал мне списывать Вот то есть у меня была плотная четвёрка По русскому языку Благодаря ему Спасибо тебе большое Волгоградская школа Гимназия 50 А это в каком районе? Я вот тоже с Волгограда, кстати Я жила в Буханцево 2,54 На трамвайчике Вот туда Вправо я ездила И там шла пешочком До этой гимназии Вот все там, кто учится Вот всем привет, ребят Классная школа Вот И? Давал списывать? Да, и мама меня говорит А, ну так пошёл процесс И как бы учёт четвёрки Учительница Говорит А у тебя же его раньше сидела Руки не поднимала А тут вдруг заподнимала руки И я себя оценки в журнал набивала Чтоб побольше было И поменьше было неуд Чтоб уехать на соревнования Вот То есть вот так Вот так и поборолась И с интересами Да, зашевелилась Просто зашевелилась Появилась мотивация Мама её очень чётко озвучила Тройка Не поедешь на соревнования Условия игры мне были понятны Четвёрка Хорошая успеваемость в школе Вперёд Мне можно было всё Сейчас что мотивирует? Дети Дети Мне очень хочется Чтобы мои дети Видели меня Подольше Молодую и красивую Поздоровую Которая не жалуется на здоровье И у нас с ними Одна Самая главная работа Это веселиться И они знают, что мама пошла на работу И они пошли в школу В садик и в школу Потом мама занимается спортом А я занимаюсь спортом И у меня, например, роб пошёл на теннис И фёшка на танцы У нас у всех время одинаковое Ну и каждое утро зарядку делаете Да, да, да Ты такая строгая мама Нет, я не строгая мама Проснуться просто как-то надо Она у нас очень смешная Мы папе трем уши На папе Лазим по папе Он ходит такой мишкой Просыпается Мы над этим делом смеёмся Мы играем в догонялки Я всё превратила в игровую манеру Чтобы и не было такого надо Чтобы детям они привыкали К такому надо Мне очень нравится игровая манера Мы там Я говорю, Робик, давай изобразим столик Это, то есть, ну, ты должен вот так вот ходить Ну, ты понял Ну, я не могу Типа актёрская, да? Ну, типа столик Показать стул Показать ещё что-то Да, и, например, мы что-нибудь такое ставим Смешное, чтобы это удержалось на пузике у Робика, например Или Софиёшка там Например, я говорю, давай крокодильчика изобразим Мама, это как? Это когда ты на руках только идёшь, а ножки как будто твой хвост, как у крокодила Это дико смешно выглядит Особенно комически, когда Павел Воле это делает Вот, и утро всё превращается в смех Такая быстрая зарядка Очень быстрая Золотой петух А давай я на тебя покажу Давай, что надо? Встанешь налево? Вот, вставай Окей Вставай Вот так руки Закрывай глаза Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Молодец, девять, десять Всё, уже не считается Ну, нормально Десять секунд Смотри Это что? Во-первых, оно для концентрации Ты собственному телу даёшь возможность тебя контролировать И у тебя включаются мышцы стабилизатора, которые спали Ну, это же потешное упражнение Да, да Потешное Понимаешь, главное Вот этот, когда сильная вибрация в теле начинается Уже этот маятник Надо прекратить Вот до первого пошатывания То есть мы играем в такой дубок, да Вот, то есть раз и четыре На каблуках четыре Четыре Без, когда я на полной стопе Я стою где-то вот как ты Восемь, девять Это очень смешное, интересное упражнение Но достаточно, на самом деле, непросто первый раз Да У тебя сразу включаются ягодицы, живот Понимаешь, те мышцы, которые бесконтрольно начинают включаться Вот очень я люблю такой кейс Потом На работе мы все очень много думаем, да И у нас вот здесь вот, естественно, всё болит Пожалуйста, разминайте плечи каждые два-три часа Самое главное только не хрустить Хрустить нельзя, кстати, нельзя хрустить Пожалуйста Вот смотри, вот это вот назад надо очень аккуратно Как в школе этот Да Мы писали, мы писали, наши пальчики устали Куда это делать? Это должно быть Это должно быть, ты считаешь? Конечно, в Японии У них же там все эти топ-менеджеры, директора У них есть эти брейки на зарядку На 7, на 10 минут Они перезагружаются Ты заряжаешь свой гаджет Ты заряжаешь всё Забывая зарядить себя Вот Ну то есть, если ты про большие деньги То в какой-то момент капризный ребёнок в тебе должен уйти на задний фон То есть капризный ребёнок может выйти в отпуске Капризный ребёнок Ты ему позволяй выходить, иначе задохнёшься Там выходные Вот В выходной отдыхай Отложи рабочий телефон Лучше завести два Один рабочий Вот, а другой семейный Потому что семейный ты не отложишь У вас с Павлом так? У меня два телефона, да У меня по работе телефон Но я его всегда в субботу выключаю Более того, я когда прихожу домой Я рабочий телефон У меня есть такой обряд Это, знаешь, называется переобуться, переодеться Одежда определённая, да Несёт у тебя определённый как бы И вообще все сопутствующие гаджеты Несут Это как тебе код, да Важнее семьи ничего нет Мне надо перезагрузиться И чем перезагруженнее я буду Тем продуктивнее на работе Завтра я буду То есть надо менять одежду дома и на работе, да? Обязательно, обязательно, конечно Даже если ты работаешь дома Например Вот сейчас Вот давай у тебя кресло, например, рабочее А вот диван Ты там лежишь с пивом И смотришь любимый сериал Переоденься Вот реально Ну если ты выходишь там В скайп Куда ты там выходишь Работаешь Или Тиндер, хотел сказать Где я ещё могу работать? Ну просто я смотрю на тебя Чуть порывается Тиндер Не знаю почему Лайкали, если я сам в тиндере друг друга, да? Хорошо У меня, кстати, там нет Удивительно, правда? Хорошо И ты как бы, ну Как бы низ Он может быть же любым пижамным Но вверх у тебя типа пиджака Или какая-то тенниска Короче, нужно это делать Ты её сними Часы дорогущие свои оставь Или не очень дорогущие, понимаешь? И иди туда со своим пивом Лежи на диване Переключайся Переключаться надо Лиза, мы всех спрашиваем Вопрос Что для тебя значит деньги? Вот Какое место в твоей жизни они занимают? Это энергообмен Энергообмен? Да Деньги – это энергия Это ты покушаешь Это ты получишь удовольствие Ты вложишь эти деньги Проинвестируешь куда-то Что принесёт тебе положительную энергию И всё Вот Это как Ну Огонь в тебе Для тебя важно самой зарабатывать? Ну Мне же важна моя энергия Поэтому Как бы Вот Да Я поддерживаю всех женщин Которым важно зарабатывать Свои какие-то копеечки Несмотря На то Какой бы пост Не занимали их мужчины Ну Если женщина Ей комфортно дома И у неё всё в порядке И её муж обеспечивает Это знаешь Это работа домохозяйки Или красивой женой Это тоже супер Ну вот Как отчаянные домохозяйки Наш любимый сериал Всех девочек Понимаешь Тоже Не секс в вашем городе Он входит в категорию Фильмов Которые я смотрю Когда мне хочется Какой-то дури Посмотреть А кто кстати Кто кстати Из этих Четверых Твоя героиня Саманта Миранда Шарлотта Кэрри ещё была Не помнишь? Не знаю Мне нравится Прости пожалуйста Мне нравятся Острые козырьки И главный герой То есть такая эстетика Этих костюмов Троек Да Острые козырьки И когда там умерла Его жена Блондинка Я думала Я кому-то этот протест нужен Протест был внутри меня Я сказала Паша Всё я не буду смотреть Всё я обиделась На Нетфликс На них На всех Уйду Ушла Всё ушла Смотри он смотрит Думаю поросит Прихожу Он говорит Ну ты истери Сколько хочешь Я буду дальше смотреть Ты планируешь В будущем Какие-то проекты Может быть После пандемии Это онлайн проекты Или оффлайн Наверное Из поставленных Мною целей Это Мой следующий Танцевальный Театральный спектакль Довести до ума Вот И представить его Уже В октябре В Москве Я сейчас прям занята Я прям в творчестве Фактически с репетиции Приехала к тебе Но пока не могу Раскрывать все карты Это будет очень красиво Очень необычно И тебе понравится А второй мой проект А он же первый Я не могу там Ставить на места Это вот-вот Уже выйдет дерзкая готовка На моем Ютуб канале Лисану Тяшеву Поэтому можете подписываться Вот Там же Выложена вся зарядка Которую ты смотрел На пандемии Можете пересмотреть Все Мы там Жутко Благурим Вот Но все это С добром С любовью К зрителю Вот Ну хулиганы Короче Хулиганин Ты себя балуешь Дорогими вещами? Мама Ты знаешь Меня балует муж Дорогими вещами Вот как я тебе отвечу Тебе это важно? Сумочка Эрме Ты знаешь Я наверное Являюсь Фанатом Одного дома Это Эвсен Лоран Именно Вот эта Сексуальная Классика Мне нравится И поэтому Такой лучший Подарок для Алисан Это Что-то От Эвсен Лоран Страшно Пошопившись Вот Вместе с Пашей И Мы приобрели Так прям Всю коллекцию Всю коллекцию Это Так много Чемоданов Этих Нет Не всю Всю Прям скупили Но Такие Хедлайнеровские Вещи Ну ты мальчик Чего я тебе рассказываю Ты как Ты чувствуешь себя По-другому В дорогих вещах? Они придают тебе Какой-то Энергии? Можешь ли ты Надеть там Масс Маргет? Да со мной Все проще Просто Майя Михайловна Плесецкая Любила Эвсен Лоран А я Обожала Майю Михайловну Плесецкую Обожаю Обожала И вот Когда Финансовая Возможность Позволила Это вот В 35 лет Первый Такий Вот Первый каприз Какой? Первый Такой Вот каприз Вера Вот это Образное Платье В котором Я была У Вани Урганта И Над Своим 35-летием Причем Я не стесняюсь Ходить В одном И том же Платье Там Два Три Раза Куда-то Оно Мое Я могу Мне не дало Шоурум Я могу В нем Ходить И я За осознанное Потребление Вещей Вот То есть Я считаю Бредом Там Надела Один раз И больше Не могу Появиться Что такое Почему нет То есть Ты вещи Куда-то Потом Сдаешь Старые Можно Появиться Да Фонды Они потом Их продают И деньги Уходят На благотворительность Я уже Давно Это делаю Просто Я об этом Не кричу На каждом Шагу То есть Ты не Транжир Ты знаешь Я могу Тебе Сказать Где У меня Нету Стопа Это очки Солнечные очки Во-первых Я их теряю Я могу На них сесть Как-то Забыть Знаешь Там Особенно В самолете Вот Это Неудобная Неловкая Ситуация Когда Ты сумку Бросил Потом Ты сумку Наверх Там Пошли люди И ты такой Извините И это Ай Блин Опять очки И они Под тобой Вот И тебе Срочно Нужны очки Поэтому Ты идешь Дети Фри И меряешь И получаешь От этого Удовольствие Ты когда-нибудь думала Как сложится Твоя жизнь Если бы не Вот эта Известная история Что твой тренер Первый в Волгограде Тебя заметил В продуктовом магазине Возможно Я бы была Сейчас балериной Потому что Я очень люблю Балет Очень люблю Как уже сказала Майю Михайловну Плесецкую Вот И очень хотела Танцевать на сцене Я люблю танец Я преклоняюсь Перед людьми Которые танцуют Перед творческими людьми Танец Это Это любовь Это кровь Без движения Невозможно Ты бы повторила Вот сейчас Если тебе предложили Лисан Там у тебя есть Еще одна жизнь Пойдешь еще раз В профессиональный Спорт Больших достижений Мне кажется Что я бы Попыталась Наверное Все-таки Стать балериной Танцовщицей И актрисой То есть Спорт Это очень жестко Гимнастика Спорт Это тяжело Жестко Я рада За этот опыт Который я пережила Но можно было Без этих Трагических ноток Если честно Мне не нравится Роль жертвы И мне не нравится Себя жалеть И жить Бывшими Какими-то Болезненными Моментами И смаковать Как же Например У меня получилось Встать И пойти А в России Кстати любят Вот эти образы Жертвы Они везде любят Плачущие А в штатах Сколько фильмов На эту тему Сколько фильмов На эту тему Всем нравится Друг другу Жалеть Никто не любит Радоваться За успехи других Вот у вас В проекте Танцы Очень много Красивых людей Очень много Радуются за этих Красивых победителей Они танцующие Поэтому они Красивые Любой человек Красивый Когда он танцует Потому что Это как Поцелуй Ты такой красивый Когда ты целуешь Любимого человека Вот такой же ты красивый Когда ты танцуешь Этот благородный труд Он делает Любого человека Который даже себя Не считает красивым Очень притягательным А за красивых девушек Радуются Когда они побеждают Они у нас не побеждали Поэтому я пришла К такому выводу Что женщину за женщину Ну вот за красивую Голосовать не будет И меня сильно удивит Если выиграть девочка Вот просто я тогда скажу Ой Как классно Что я ошиблась Но у нас Шесть сезонов Подряд Выигрывал пацан Бываешь на своей малой родине Раевка 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 Да, Раевка Да, конечно Что испытываешь Когда приезжаешь туда Я там снова маленькая Лисан Я не могу оценивать Я лисюша С веснушками Бегаю босая по земле Даю корову Бегаю в огород Выдираю сорняки Вот как только Можно было Хоть как-то куда-то летать Я сразу полетела в Раевку Потому что там зарос огород Вот И я помогаю старикам А старики уезжать оттуда не хотят Ты не представляешь Сколько мы уговаривали И с Пашей Но они отказываются Уезжать из Раевки В этот раз Я им поставила кухню Раз она отказывается Чтобы кто-то к ней приходил И помогал готовить Она говорит Это моя кухня Пока я готовлю Я жива Говорит моя нэнэй Ей 85 лет Картотай Ему тоже 85 лет Он ходит в огород Я говорю Зачем тебе нужна Эта картошка Этот лук Эта малина У тебя все есть Понятно Что они это все могут сейчас купить Он говорит Пока жив мой огород Жив я Вот Это люди Того поколения И Я отчасти их понимаю Потому что Когда я приезжаю туда И копаюсь в черноземе Башкирском Я ощущаю Что я тоже жива И жива по-другому А в чем это проявляется Я тебе не объясню это Вот ты посмотри У меня в инстаграме Башкирию Что ты энергетическая Какая я счастливая Когда я собираю смородину Или ем эту смородину С куста красную Понимаешь Это безумное счастье Когда ты в кустах смородины Находишь гнездо И птенечка Это Слияние с природой А Павел тоже в Пензе часто бывает? Да И у него то же самое? Пашка в Пензе бывает Он тоже чувствует Соединение с природой? Он чувствует Единение с городом Вот Он ездит в Тамалу Он там тоже Все детство провел А я езжу в Раевку Но депрессии там Никакой нет? Нет Нет Пока у меня нет депрессии Потому что Мои старики живы У меня депрессия Немножко потому что Мамы там уже нет Вот Но я отвлекаюсь На другое И какое было Мое счастье Когда я увидела Люду Это моя подружка Деревенская Она тоже приехала Навестить старичков Она сейчас в Уфе Мы с ней ходили за коровами Лазили по деревьям Влюблялись в одного мальчика Нам колонки ходили Когда воду набирали Нам обеим казалось Что он в нас влюблен А на самом деле Он дико стеснялся нас Вот Это Это родное Я тебе не могу объяснить Это дождь С молнией Когда гром гремит Земля трясется А ты просто Плачешь от слез Плачешь И на тебе дождь И ты просто вот так вот Лежишь на этой земле И думаешь Господи Я жива Я счастлива Как это хорошо Я могу сюда приехать Я могу отсюда уехать Я могу Я свободна Вот А что значит Твои татуировки? Это значит Ошибки молодости Серьезно? Как я тебе скажу Но Я тебе Признаюсь Что был какой-то Этот бунт у меня И В 16 лет Я себе сделала Первую татуировку Это правая рука Она говорит о том Что В какого бы Бога Ты не верил На каком бы языке Ты не молился Богу Я все равно Тебе дам руку Потому что Бог един Она очень похожа На булаву Которую на щеке Моргенштерна Которую тоже Из Башкирии Знаешь? Наверное Он увидел Мою татуировку И сделал Потому что Мальчик все-таки Сильно младше меня Смотри Вот следующая Татуировка Это пантера Если тебе интересно Вот Это Весь Такой мир Художественной гимнастики Меня назвал пантерой Одна Очень такая Видящая женщина В Израиле Сказала Что Эта девочка Долго будет сидеть В тени Ее прыжок Запомнит Весь мир Но она почувствует Вкус своей крови Вот Это очень про пантеру Я сделала Эту татуировку Потому что Татуировки Они оживают Я реально почувствовала Как моя правая рука Стала вот так вот Сильнее У меня вот Просто вот так Ну это Очень много энергии В этой татуировке И посыла Понимаешь И надо было Уравняться А это Как тотемное Животное Вот Как у Картье Это пантера А потом уже У Картье Потому что Я до этого Не знала Я до 25 лет Не знала Что такое Вообще Что это за бренд Картье Что это за буковки Что это за символик Из деревни Из Раевки Я из Башкирии Пожелаю напоследок Что-нибудь Нашим подписчикам Чтобы быть Здоровыми Красивыми Успешными Делать миллион Тысяч проектов С самоотдачей Самое главное Это Делать Так Как вам хорошо И чтобы Вы Четко понимали Вам это надо Или не надо Каждый раз Когда вы Кушаете Какую-то Вредную пищу Задавайте себе вопрос Что она мне дает Каждый раз Когда вы Какой-то Экспириенс Пытаетесь войти Будьте Короче Эгоистами Здоровыми Такими Эгоистами Делайте все Для себя Живите для себя И тогда Вы не пожалеете Даже о своих Ошибках Вы себя будете Любить в каждом Движении Вот такого Здорового вам Эгоизма И любви К себе И соответственно Если человек Любит себя По-настоящему То он будет Инвестировать В первую очередь В свое здоровье И потом уже В свой комфорт Вот Всегда Ваша С любовью Под этим видео Свою точку зрения И победитель Получит два билета На Болеро В Санкт-Петербурге 23 мая У нас в гостях Был Александр Утяшева Это Форбс Дайджест Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Пока-пока Спасибо большое До встречи Спасибо тебе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok